Всем привет, друзья дорогие, и это первый выпуск из серии передач. Ну, это мы еще посмотрим, первый или, может быть, уже последний, в зависимости от того, как это удастся. Вот, это первый выпуск из серии передач, который я решил назвать таким банально-казуальным образом ритмология. Ну, логично ж, о чем поведем мы речь в этой серии передач. Как раз-таки о ритм-гитаре, о ее месте в музыкальной индустрии от самых истоков, там от ворк-сонгов, там, может быть, еще раньше. Пройдемся по всему, наверное, XX веку, ну, в целом, да, ничего в XXI по отношению к XX не изменилось сильно к ритм-гитаре. Ну, вот и обсудим в целом, как это все у нас работает вообще. Кто такой ритм-гитарист, кто такой соло-гитарист, и вообще этот человек, который должен и то, и другое уметь одновременно в одном флаконе, или все-таки есть какие-то уклоны. В целом, это все мы обсудим, но самое важное, конечно, это все в процессе. Самое важное, что у нас будет, это сама игра. То есть, тут я хотел бы уделить больше внимания именно технической составляющей, подальше уйдя в теорию, даже не говоря именно с точки зрения там нотации, да, не хотелось бы не говорить вам, вот тут шестнадцатая нота, тут, пожалуйста, сыграйте синкопу, вот здесь вот у меня идут три восьмушки, а вот здесь четвертная, вот тут мы делаем восьмую паузу, тут еще четвертная. Вот я не хочу переходить в это, скатываться там в табы, в ноты, это нужно непременно, это нужно, но хочется развить самый важный момент, которого очень мало. Я сейчас в своей педагогической практике наблюдаю людей, которые приходят, там запиливают, жужжат, бомбят. Это чувство грубо, это ощущение просто музыки, что ты чувствуешь этот пульс изнутри, и он в тебе живет, кипит и бурлит. Это очень важный момент, который мне хочется затронуть, поэтому я буду больше уделять внимания как раз-таки ощущениям. И буду пытаться меньше давить на какие-то сложные теоретические детали. Вот, как все будет происходить? Происходить все будет очень просто. Я буду набирать какой-то драм-сет, слишком широко сказал. Я буду накидывать какие-то барабосики, драм-сики, там в течение нескольких квадратов, на них быстро кидаю бас. Из головы какой-то ритм играю, это представляю в виде какого-то паттерна, и мы все это дело разбираем, обсуждаем, я показываю, как это сыграл бы я. Передаю вам свой опыт таким образом. Ну давайте попробуем, что из этого получится, и поехали! Ну вот, примерно как-то так. Я думаю, пример не очень сложный, поскольку у нас тут всего один аккорд, и, по сути, все, больше ничего нет. Вот, и не зря я взял фанк, каждый, думаю, уже знает, что как раз-таки именно в музыке фанк по большей степени формируется вот такое вот понятие ритма гитары, то есть именно там вот эти все живые энергичные пульсы со всяческими синкопами, интересными дроблениями, делениями. Ну опять же, фанк очень разная музыка, это может быть какой-нибудь поп-фанк, там диско-фанк, или там какой-нибудь фанк-рок или джаз-фанк. Это очень размытое понятие. В целом я сейчас взял такой достаточно банальный пример. Четыре четверти, все достаточно казуально, как я уже говорил, и один аккорд. Давайте попробуем разобрать, что у нас тут есть, что мы имеем. Вот у нас аккорд ми минор, это обычная минорная семерка. Это ноты, которые я тут прижимаю, это ноты указательный палец у меня на ноте ми, септима, нота ре и безымянный нота соль. Четвертая струна глушится указательным пальцем, получается, да, у нас ничего здесь не звучит. Вот у нас шестая звучит. Ну такой распространенный аккорд, в целом, да, это аккорд, который мы можем смело назвать ЕМ-7. Все, на этом теория окончена, поехали играть музыку, поскольку вот о чем я уже говорил, во вступлении грув важнее всего, вот эти технические детали. Как это все играется у нас в правой руке, что на данный момент важнее всего. Тут пульсация такая. Как вы видите, допустим, я не знаю, как другие гитаристы, к примеру, я, и точно знаю, что большинству из моих знакомых гитаристов удобнее именно так, чтобы создать этот толчок, эффект движения вот этого пульса фанкового, играть чисто чёспеременно, ну, не совсем прикольно. Как раз-таки вот эта атака, двойная вниз, она дает своеобразное дыхание, толчок, ритму. Поэтому здесь, как бы, да, можно потренироваться сначала просто триольно поиграть, то есть раз-два-три, 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 просто подвигать рукой. То есть два движения вниз. По оглушенным струнам вы можете хоть по коленке это делать, разницы нет. Вообще любой ритм пытаетесь всегда настучать или проговорить ртом. Если вы это можете проговорить, либо постучать, как я уже сказал, вы по-любому можете его сыграть. Остальное всего лишь дело техники, то есть дело осознания своей собственной кисти. Ну, сейчас я непосредственно говорю вот о игре кистью, как вы заметили, без медиатора. Постарайтесь тоже сыграть без медиатора, поскольку, ну, все-таки пальцами это получается более... с большим придыханием, с таким, да, большим ощущением. Вот, играю ногтями. С-два-три. Это первая деталь. Далее. В этой руке важный момент. Пульс, который создается за счет Ghost Note, то есть тех самых нод-призраков, призрачных нод, которые мы создаем, за счет которых мы создаем движение ритм, ритмической пульсации. Вот того, что, допустим, там у барабанов делает хай-хэт, там, да, к примеру, там, то, что... Уберите хай-хэт или посуду, да, там, допустим, оставьте одну бас-бочку и рабочий барабан, и у вас пропадет ощущение движения, связка, тот клей ритмический, который создается. То же самое мы здесь делаем. Мы как раз-таки создаем эффект того, что есть еще какой-то инструмент, который постоянно поддерживает наш ритм. Поэтому хорошо постоянно чесать, чесать, чесать. И здесь мы создаем не просто какое-то голое движение, да, где все ноты валятся друг на друга, а мы их рубим, разделяем, только чтобы создавать этот пульс. Это очень важный момент. Попробуем прижимать и отпускать. Правая рука делает все те же движения, которые только что, вот, пару минут назад обсуждали, да, а здесь мы делаем вот... Прижали, расслабили кисть. Прижали, кисть расслабили, большой палец просто слегка... Ну, вот вы же сжали что-то в щепотке, да, щепонку какую-то, взяли, просто расслабили. Ну, и вот поехали. Это уже, так скажем, второе упражнение после кисти. Ну, и из чего у нас состоял дальше наш ритм? Тут я играл еще октавами, то есть октаву от ноты ре. Ну, само собой, октаву мы играем так же, то есть мы чешем по всей гитаре, по всем струнам, но играем только эти две ноты. То есть, получается, нам нужно сделать так, чтобы указательный палец приглушал четвертую струну, а мизинец поглушал вот эти две струны, первую и вторую. И при нисходящем движении мы играем просто хроматику вниз, получается вот... Да, в целом у нас выходит здесь первый элемент. Я играю ноту ми. Оставим пока этот кусочек. То есть, получается, когда играем, подчеркивая аккорд, мы играем, атакуя и прижимая его вниз кистью, а вверх мы играем пульсом. Возьмем это третьим упражнением. Шестую струну, кстати, я приглушаю большим пальцем. Сделайте это упражнение, пожалуйста. Ну и в целом, что у нас еще тут остается? Сыграть октавы. Октава рай, как я уже говорил, и октава ми. И нисходящие. Как вы видите, здесь тоже превалируют эти движения правой рукой, когда мы играем по два раза вниз. Ну и т.е. у нас эти движения учащаются. Только вниз. Приотпускаем руку при переходе на каждую следующую октаву. Ми. Ми бемоль. Ре. В целом, такой вот незатейливый ритм. В принципе, больше пока и не надо, потому что все-таки эти уроки я рассчитываю не на профессионалов, для тех ребят, которые все-таки борются с такой проблемой. Профессионалы все-таки все это должны уже уметь. Или ребят, которые уже состоявшиеся гитаристы. Поэтому всем тем, у кого есть проблемы с такими моментами, у кого есть какие-то вопросы и предложения, что бы вы хотели разобрать, поиграть детальнее, конкретнее, предлагайте, пишите в комментарии, там можете мне в личку писать, отвечу, может быть, не сразу, но отвечу по-любому. Я это внесу в свой список и накидаю тоже какие-нибудь такие простые, быстренькие мини-минусовочки, на них наиграю какие-то генерации своей головы, и мы создадим просто кучу всяких интересных идей. Если вдруг вам будет нужна вот эта минусовка, там в виде лупы ее можно закинуть в любой самый простой секвенсор, у меня, допустим, это Reaper, вот, Time Selection и бац выделили, включили и занимайтесь на здоровье часы подряд и оттачивайте свою технику игры на гитаре. Все, всем пока, до встречи, скоро увидимся и услышимся. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...